Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Исследуя творчество восьмого чемпиона мира Михаила Таля, я задался вопросом, а сколько раз в своей практике Михаил Таль белыми применял королевский гамбит? Казалось бы, такой комбинационный шахматист как Таль должен десятками был сыграть в партии в королевском гамбите, но на самом деле их не так-то и много. Сегодня я выбрал лучшую из партий, сыгранных Талем в королевском гамбите белыми. Это был 1960 год, Таль только стал чемпионом мира и новоиспеченного короля шахмат пригласили дать необычный сеанс одновременной игры на 20 досках. Таль должен был играть с лучшими шахматистами среди школьников Чехии, причем этот сеанс он должен был дать по радио. То есть, ну вот как это было организовано, честно говоря, я не совсем себе представляю, но так или иначе Таль играл против лучших шахматистов среди школьников и нужно сказать, что впоследствии многие из них стали известными гроссмейстерами и мастерами. Такие шахматисты как Янса, Горд, Смейкал, Плохетка, они все играли в том сеансе. Но Таль сыграл королевский гамбит не против них, а против шахматиста по фамилии Винтер. Винтер Станислав, ну впоследствии, как мы понимаем, известным шахматистом он не стал, но, как будем видеть по ходу партии, сопротивлялся он очень и очень яростно и теорию дебютов знал на отлично. Итак, Таль сыграл Е4, далее Е5 и королевский гамбит, Ф4. Ну, конечно, королевский гамбит больше ассоциируется с именами Спасского, Пронштейна, но видим, что Таль тоже иногда применял этот острый дебют. Конь Ф3 и Д5. Ну, видите, все-таки чешские шахматисты, школьники знают теорию дебютов и это так называемая современная защита. ЕД, Конь Ф6 и здесь следует ход слон В5. Черные защищаются ходом С6, взяли, взяли и слон отходит на С4, Конь Д5. Идея вот этой защиты за черных в данной системе королевского гамбита состоит в том, что пешка на Ф4 остается в живых и она здесь вот как кость в горле. Для белых. Она перешла середину доски. Нормально не получается развить чернопольного слона. Как только двинется вперед пешка Д, на Е3 может запрыгнуть Конь черных. Ну, и слон Д6 дальше черный играет. Два нуля и так далее. Тут атаки сразу у белых никакой нет. Ну, и дальше партия развивается пока в позиционном ключе. Рокировку сделал Таль. Слон Д6, Конь С3 и Слон Е6. Защищаемся на Д5. Далее Конь Е4. Слона за коня не отдаем. Слон Б3. Отошел здесь Таль. И эта же позиция в том же 1960 году в чемпионате Советского Союза случилась в партии Спасского против Юрия Сахарова. Там черные сыграли два нуля. Дальше Сахаров все-таки проиграл, но не из-за дебюта. А здесь черные медлят с рокировкой. Они играют Конь Д7. Конечно, против Таля так очень опасно играть, потому что он всегда нацелен на атаку короля соперника. Но видите, что чешский шахматист, чешский школьник пока что вот так медлит. Д4. И в этой позиции уже надо было делать рокировку. А черный играет Конь С7 и Ф6. Ну, их идея понятна. Подменять побольше фигур. Но Таль не идет на поводу соперника. А атакованного коня ставит на поле Ж5. Далее Слон Ж4. Ферзь Д3. Избавляемся от связки. Конь Д7. Вы видите, преследуют фигуры соперника чешский школьник. Но дальше следует ход Слон Д5. Очень интересный момент. Слона за коня отдает здесь Таль. Его идея вот в этой ситуации дальше забрать на Ф4. И все-таки получить материальный перевес. Мы видим, что в данной позиции у белых уже лишняя пешка. Но вся штука в том, что черные сейчас уже не могут рокировать. То есть, если они сделают рокировку, получат сразу мат на А7. Но здесь чешский школьник очень робко сыграл А6. Надеюсь, что Таль отведет своего коня на поле А3. Но, конечно, в этой ситуации мы с вами понимаем, что Таля совершенно не заботит отход коня. Он бросает его в топку атаки и бьет на Ф7. Ну, вот такая жертва. Таля, конечно, не заботила то, корректна эта жертва или нет. Будет интересная игра, значит, надо жертвовать. Но нужно отметить, что ход кони Ф7 современные движки порицают. Вот. Ладья АЕ1 надо было ходить. И тут очень интересная крылась комбинация. Жертвовать коня вот так надо было. Аж же. Посмотрите, слон Д6. Что дальше делать? Ну, слон связан, но рокироваться не хочется, потому что заберем еще и там качество. Поэтому слон Е6. Вроде как перекрылись и теперь хотим рокировать. На Ж5 пешку бить нельзя, потому что слон защищает. Но можно отдать качество. Далее дать шах. И вот здесь вот вскрытый шах. Конь Ж5. И буквально на любой ход черных последует Ф7. Например, король Ж8, Ф7. Достойное окончание этой партии. Но Таль все-таки пожертвовал коня по-своему. Конь бьет Ф7. Ну что, надо брать. Здесь у черных уже некоторый перевес. И дальше школьник идет по очень узкой тропинке. И удерживает свое преимущество. Конь Е5. Шах. Далее забрали. Слон бьет Е5. Вскрытый шах. И закрылись. Но вот сейчас мы видим, что лишний слон у черных. Но белые нагнетают напряжение. Ладья Ф4. Нападая на слона. И дальше Таль будет заводить на Ф1 вторую ладью. Но слон с Ж4 не отходит. Х5 играют черные. Х3. И теперь уже слон Е6. Ж4. Идея этого хода в том, чтобы продвинуть пешку на Ж5. И связанный слон на Ф6 погибает. ХЖ. ХЖ. И уже ослабился король белых. Ладья Х4. Сыграли черные. Ладья АФ1. Подводит резервы здесь Таль. И следует ладья бьет Ж4. Вот именно вот этот ход в этой очень напряженной позиции ведет к потере преимущества черными. Тут нужно было играть Ф8. Заводить ферзя и дальше атаковать короля белых. И дальше такой вариант. Ж5. Ладья АФ1. Король Ф2. И можно здесь даже черным перейти к такой позиции. Взяли. Взяли. Ферзь АФ1. Король Ф2. Ну и здесь в принципе черные могут даже удовлетвориться ничьей. Можно конечно поискать здесь шансы после хода слона Х3. Хотя их там маловато. Ну вот так могла быть ничья здесь. Вот в этом продолжении. Но черные бьют на Ж4 с шахом. Заманчивый конечно очень ход. Но это слабее чем то продолжение которое мы рассмотрели в варианте. Потому что белые здесь играют Ф7. Сейчас угроза взятия на Ф6 ладьей. Так как пешка связана. И черным придется отдавать здесь ферзя. Или продолжают белые атаку при материальном равенстве. Поэтому развязываем пешку ходом Король Е6. Но теперь связан слон. И что самое важное. Вот этот слон. Именно белопольный слон черных. Попал в западню. Что же делать в этой ситуации. На Ф5 не отойдешь. На Х5 тоже. Ну если пойти вот так. То что тогда. Можно ладья Е1 пойти. И получается что если отойти слоном. То уже будет вскрытый шаг. После слона Ф6 теряется ферзь. Поэтому слон Х3 сыграли черные. Но ладья Ф3. И вот теперь действительно слон здесь ловится. Приходится играть Ферзь Е7. Но это еще хуже. Потому что белые не забирают слона на Х3. А берут слона чернопольного. И здесь если забрать пешкой. То теряется Ферзь. Поэтому школьник забрал Ферзем. Ладья бьет Ф6. ЖФ. Но вот здесь слон не теряется. Правда. Хорошего для черных мало здесь. Слон Ф5. Ферзь Б7. И черные сдались. Потому что с потерей пешки А7. Которая неизбежно. Вот эти проходные белых. На ферзевом фланге. Неумолимо двинуться вперед. И белые так или иначе выиграть. Очень интересная партия Михаила Таля в Королевском Гамбите. Как мы видим чешский школьник по фамилии Винтер. Сумел оказать достойное сопротивление чемпиону мира. Но Таль сумел создать настолько сильное напряжение на доске. Что в какой-то момент малоопытный юный шахматист. Просчитался. И потерпел поражение. Но очень интересная партия. Надеюсь что она вам тоже понравилась. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Дальше будет еще больше партий. Разыгранных Королевским Гамбитом. Но скорее всего уже не в исполнении Михаила Таля. Спасибо за внимание. До свидания.